В Азербайджане отмечают вторник Земли. Этот день завершает череду приготовлений к одному из самых радостных и любимых праздников. Но в Русс традиционно отмечается в день весеннего равноденствия. Он знаменует приход астрономической весны, и с ним связано немало народных традиций и поверий. Это наш национальный праздник. Он богат традициями, особыми ритуалами. Это социальные традиции, игровые традиции, кулинарные традиции. Они включают все стороны жизни человека. Обряды на протяжении всех четырех предпраздничных вторников направлены на то, чтобы встретить праздник обновленным. Считается, что именно в последний предпраздничный вторник Земля пробуждается ото сна. Совсем скоро она будет готова к посевам, и можно начинать новый трудовой год. Жительница Бако Самая Рустамова хорошо помнит, как последний предпраздничный вторник отмечали в годы ее детства и юности. Мы называли его последний вторник года. С ним связано множество поверий. Например, хорошо помню, как молодые девушки, женщины обматывали иголки ватой с одного конца и опускали их в посуду с водой. Причем емкость с водой нужно было принести молча. Кто-то в кого-то влюблен, у кого-то брат в армии, у кого-то муж далеко. Иголки опускали в воду с разных сторон, и если они встретятся, значит и люди благополучно вскоре встретятся, а влюбленные поженятся. И вот мы все сидели и с нетерпением наблюдали. А еще пекли соленые колобки, ложились спать и ждали, кто явится тебе во сне с водой. А еще молодые девушки не глядя вытягивали листочки со словами. Точно не помню сейчас, что было написано, но в зависимости от того, что написано, можно было узнать, что принесет тебе следующий год. Последний вторник перед Новрузом также считается праздничным. В домах накрывают столы с традиционными сладкими угощениями. Пахлава символизируют звезды, шоргогол солнце, ащакербура в форме полумесяца, колось и пшеница. А чтобы год был урожайным и удачным, на стол принято ставить семяны, пророщенную пшеницу. Дети бросали шапки под двери соседей, которые наполняли праздничными угощениями. Молодежь собиралась на улице, разводили костер, поднималось высокое пламя. Когда горит праздничный костер, в душе у человека пробуждаются радостные и светлые чувства. Дай Бог нашему народу, нашим солдатам счастья, радости. Пусть на душе всегда будет праздник. Лила Курбанова, Севенча Минзаде, Сеймур Гулиев, Сибиси.